Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, что можно отнести к воровству, кроме явного воровства. Но прежде всего, конечно, если мы посмотрим даже по уголовному кодексу, то и какая-то мошенническая деятельность и уклонение от уплаты налогов, все это тоже воровство. И понятное дело, что человек, который получает серую зарплату, он тоже уже сейчас задумается, ну, прям все так потеряно. Ну, конечно, тоже ситуация сложная, и вроде кажется, когда ты украл не у человека, не у бабушки, а у государства, там даже там у чиновников, которые будут твоими налогами распоряжаться, то вроде какое-то это дело более праведное. Да, конечно, украсть можно по-разному, и ущерб от воровства разный, но все равно это остается грехом. И Господь нам дает высочайшую планку. Быть как Он. Понятное дело, что достичь ее всецело невозможно, но стремиться мы должны. И стремиться и должны, и всегда мы должны ставить себе задачу. Как только ты согласился и сказал, о, нет, все, в принципе, я считаю, что все благополучно, и здесь нет моей вины, я имею право на этот грех, уже ты остановился на пути своего спасения. Да, возможно, ты не изыринулся в пропасть погибели, но развития нет. Всегда надо помнить, как улучшить, как улучшить ситуацию. Кроме того, про вот такие очевидные вещи, если говорить, еще помимо них охота прочесть окончание, не будем сейчас ее читать, всю притчу о вот этом неправедном управителе, а прочитаем ее некоторый итог в финальном стихе. Евангелие от Луки, 16 глава, 9 стих. «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечный обитель». Напомню в двух словах, что в притче есть управляющий имением господина, который там проворовался, и Господь его сейчас от умения устранит от управления, и человек лишится своих доходов, как и честных, так и бесчестных. И вот он там собирает должников, господина не своих, им там переписывает в сторону уменьшения их долги, то есть как-то их благодействует за чужой счет, чтобы они о нем позаботили, и Господь его хвалит. И вот тут нам нужно понять, что вот надо нам и неверное толкование притчи разобрать, и верное. Неверное толкование притчи — это как раз, ну, человек думает, ой, я взял, украл, ограбил, провел какую-то махинацию, а после этого пожертвовал что-то из этого на благотворительность, или там в строительство храма. И вот Господь же об этом говорит друзей богатству неправедным, или там взятку дал каким-то силам мира сего, и они вот заботятся, и в принципе, или в принципе даже не сильно мира сего, а просто каким-то своим друзьям, одноклассникам, однокурсникам, тоже как-то там из неправильного богатства помог, и вот они всегда за меня. И вот они меня будут искренне даже любить, что вот я как-то им помогаю. Нет, речь не об этом. Если это все тоже будет воровством, и тоже вот эту притчу ты читаешь и понимаешь, что вот управляющий, если мы воспринимаем в земном смысле эту притчу, он все равно вор. Когда ты распоряжаешься не своим и благодетельствуешь из чужого имущества, то ты тоже, конечно, совершаешь грех. Но тут надо, конечно, еще вспомнить и истинное толкование этой притчи, толкование символическое, потому что когда Господь Причасителя говорил, то он тоже, конечно, говорил не о сельскохозяйственных работах, что здесь, конечно, имеется в виду, что Господин — это Бог, а управляющий — это каждый человек. И все, что у человека есть, его навыки, его способности, то, что ему в жизни довелось что-то выучить, то, что он достиг такого карьерного поста, то, что у него есть такой-то запас здоровья, все это не его заслуга, хотя ты вроде для этого тоже потрудился, и учился, и родители в тебя вкладывались. Это все равно все я тебе дал Бог. Все, что ты имеешь, это ты незаслуженно получил. И ты должен в любой ситуации помогать людям и помнить, что через тебя помогает Господь, а не присваивать это себе. Поэтому уже тоже некоторым более тонким уровнем воровства является, когда у тебя есть какие-то полномочия, должность, и ты человеку помог, выполнил свою работу, на которую тебя Господь поставил, и тебе кажется, что «Ой, я благодетель!» Нет, ты ничего не сделал. Ты, по сути, просто выполнил волю Божию, то, что тебе Господь дал, ты правильно просто поступил. Не приписывать себе больше заслуг, а не приписывать больше, чем тебе Господь даровал, и не ждать вот этой похвалы от людей. Потому что здесь ты тоже, по сути, крадешь у Господа. Конечно, когда у тебя проблема стоит, что воровство — это правда, ты там старушек грабишь и кошельки отбираешь, то уж как-то не до этого высокого уровня. Но каждый христианин, который все-таки с таким банальным воровством справился в своей жизни, то ему надо задуматься и об этом. И об этом и о том, что каждое благодеяние, которое тут, ладно, я даже сказал, сделал и тебя похвалили. А порой имеешь возможность, а не сделал. Это тоже некоторое воровство. Тебе Господь дал силы, тебе Господь дал здоровье, дал время, дал какие-то средства. А ты что-то доброе не сделал, то ты, по сути, чужим имуществом, то, которое Господь тебе дал здесь в управлении, на некоторое время, пока ты просто жив и не умер, пока душа и тела не разлучилась, ты не распорядился правильно, ты это удержал, и это плохо. А лучше вложись в доброе дело, вложись в усилиями, вложись в какими-то и средствами, и Господь уже тогда скажет, вот, тогда ты точно не вор, и нас Царствие Небесное можешь наследовать. Субтитры создавал DimaTorzok